28 и 29 июля в Максима Парк прошли сборы основного состава команды России по конкуру. Руководителем тренировки выступил мастер спорта международного класса Владимир Белецкий. Цель была направлена на то, чтобы составить планы на следующий год, составить планы работы со сборной командой и планы участия сборной команды на этот год. В частности, Кубок наций, который будет в Барселоне. Поговорили о критериях отбора, поговорили о работе, о правилах, как мы будем дальше жить. Осмотрели по возможности всех лошадей, основных и вторых, и даже третьих молодых лошадей, которые, может быть, не сегодня, а то завтра будем рассматривать состав сборной их страны. Посмотрели, в какой форме находятся лошади, потому что все-таки большой был период без соревнований и не всегда можно подвести одинаково хорошо всех лошадей. Но еще раз появилась возможность на таком большом олимпийском поле с большими и малыми барьерами, но с турнирными барьерами, потренировать лошадей именно на маршруте. И на сегодняшний день у меня есть впечатление о сборной команде, в том составе, в котором она была на сборах, о состоянии лошадей. И это поможет дальше в планировании спортивных наших целей. Задача первого дня – знакомство со спортивными парами. Во второй день садники смогли попробовать свои силы на боевом поле в условиях тренировки, что очень полезно, особенно после пандемии. После пандемии очень долго все находились под домашним, грубо говоря, арестом. Наконец-то все рады, счастливы друг друга увидеть, встретиться на боевом поле, пообщаться, посмотреть у кого какие проблемы на сегодняшний день. Очень продуктивная тренировка, особенно сегодняшняя. Прыгали маршрут под руководством старшего тренера. Есть недочеты. В принципе, поправили все легко и просто, но очень продуктивно, потому что, когда дома сидишь, на базе нет такого общения. Во-первых, другие площадки. Здесь более комфортно, удобно. Лошади находятся в турнирной обстановке, но это проходит чистая тренировка. Очень хорошо. Такие тренировки полезны не только для основного состава сборной, члены которой смогли встретиться на одном поле, но и для детской, юношеской и юниорской сборных, которые с трибун наблюдали за происходящим на Олимпийском поле. Мне кажется, что это очень классное мероприятие, в плане, что мы все смогли вместе встретиться на одном поле, потренироваться, посмотреть друг на друга, посмотреть просто друг за другом, да, может быть, даже в некоторых случаях помочь, увидеть, на что способны сами, на что способны лошади, и это было практически в боевых условиях, потому что мы занимались на хорошем конкурном поле, в стартовом непосредственно поле, со стартовыми барьерами, и то есть мы имели возможность сегодня пройти маршрут, поправить какие-то ошибки, и действительно, сегодняшнее мероприятие мне прям очень понравилось тем, что все основные спортсмены нашей сборной, они собрались в одном месте, и еще и плюс ко всему посмотрела на все это молодежь, то есть дети, юноши, юниоры, сегодня все, я смотрел, они сидели на лавочках и с удовольствием наблюдали, как тренируются и основные спортсмены, то есть, как правило, это как-то остается за кадром где-то, да, и это каждый тренируется у себя дома, а сегодня вот дети посмотрели, дети посмотрели, какие, может быть, и даже ошибки видно со стороны тех же своих же тренеров, да, и это на самом деле это развивает, хочешь, так скажем, хочешь научиться какому-то делу, научить другого человека этому делу, вот, и тогда ты больше будешь разбираться в этом деле, поэтому прям супер мероприятие. Благодарим всех спортсменов и руководителя сборов Владимира Белецкого за участие в мероприятии. Желаем всадникам больших побед! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова